Плюс у умножить на корень из 1 минус х квадрат. Максимально возможное значение. Что такое, все это? В каких пределах бегают х и у? В каких могут? Понимаешь, если х будет слишком большое, то это не будет существовать. Х и у это вещественные числа. Конечно. Они бегают от минус единицы до единицы. Можно построить примерно 0. Можно, но вообще-то это, конечно, будет не максимум. Подсказка эта задача легкая. То есть там никакие длинные вычисления не нужны. У не могут быть больше единицы. Ну, не важно. Отрицательные тоже. Да, пожалуйста. Просто невыгодно брать отрицательные. Максимум 1. Почему? Максимум. Самое большое значение, которое может принимать эта величина. В математике есть даже специальная тема большая в школе. Исследование на максимум и минимум. Потом узнавать, что может быть большим, что маленьким. Вот вам пример задачи. Знак умножения. Если ничего не написано, считается, что стоит знак умножения. Тогда опять, если кто-то из вас не знает, что такое квадратный корень, антипедия, помощь. Вы вспоминаете, что там, я не знаю. Вообще, корень это совсем не трудно. Скажем, корень из 36 это 6. Корень из 36 это 6. Корень это то число, которое при умножении на само себя дает данное. Корень это неотрицательное число, которое при умножении на себя дает интересующее нас число. Скажем, корень из 400 это 20. Ну и так далее. Максимум в той точке, в которой сумма квадратов равна единице. Да, и что? Ну, если сумма квадратов равна единице, то выражение равно сумме квадратов. Да. А значит, равно единице. Да. Ответ один. Один. Ура. А теперь сможешь это доказать маленько? Я взял производное по одному из переменных. Нет, вот тут не производное. Там становится симметричное выражение, а значит... А вот беспроизводное. А как? Надо уметь крутиться. Я не удав. А тем не менее. Корень, квадрат, квадрат это корни или... Что? Ну, где y в квадрате, это квадрат корни или... Надо взять число y умножить на y, вычесть это из единице, потом извлечь к воде, потом еще умножить на x, потом прибавить к этому результата выложения числа y на квадратный корень из разницы числа 1 и произведения числа x на себя. Вам надо идти на математическую логику. Почему? Нормально. Там этим занимаются. Нет, кому нет. Нет, ему. Да ему. Ну, еще рано куда-то идти, Коль. Он пришел, узнали сюда, что такое корень. И сегодня он это узнает. Как? Как это рассказывать? Ты ему должен, Аталья. Как это рассказывать? Никакой не знаю. А я умею. А как? А можно брать отрицательное x и у? Можно, но не нужно. Потому что если берешь отрицательное x, то лучше бы его взяла вложительно. А, ну да. Все остальное было бы такое же, а первое слагаемое от этого станет больше. Ну, поэтому x и y больше 0, потому что если они равны 0... Замена в школьной программе производной – это выделение полного квадрата. Ну, более-менее. Возьмем просто, взведем это выражение в квадрат, и наверняка он там будет хорошим. Ха-ха. Я что-то в это не верю. Ну, там будет сумма... Нет, я могу попытаться. Нет. Будет x квадрат умножить на 1 минус y квадрат, это понятно. Плюс удвоенное произведение на корень из 1 минус x квадрат, 1 минус y квадрат, и плюс y квадрат умножить на 1 минус x квадрат. Коля, у меня, конечно, не две нет. Нет, стало сильно хуже. Выражение стало длиннее и хуже. Давайте вернемся, действительно, к школьной программе. А, простите, что там вообще есть? Синус. В нормальной школе? Нет, синус – это потом, это уже слишком трудно. Вот такой вот совсем-совсем. Модуль, модуль. Замены. Это хорошо. Еще что есть? Комбинаторик. Замены. Комбинаторик тут не поможет. Замены. Честно, а плюс b в квадрате? О! Значит, там есть а плюс b в квадрате. Поскольку там мало чего кроме этого есть, 20-20, да, там, 7-8, там мало чего кроме этого есть, но а плюс b в квадрате там есть. Значит, если нам эту задачу дают и надеют, что, понятно, да, что это не 11 классики, а что это нормальная, не 7 классики способны решить, значит, дальше, чем а плюс b в квадрате, там кто-нибудь пошел. А где-то там плюс б в квадрате? А это не важно. Важно, что мы кроме этого ничего не знаем. А если мы кроме этого ничего не знаем, значит, мы просто напишем, что такое а плюс b в квадрате. Так, если мы это не помним, то совсем беда. А квадрат плюс b, 2аб, да, плюс b в квадрате. Плюс b в квадрате. Замечай, хорошо, но мало. Ну, вообще, ab плюс b. А то есть а минус 2, когда это напишем. Такая формула, по идее, что Коль тоже есть. А квадрат минус 2аб плюс b в квадрате. Хорошо. Но нам нужно неравенство. А если неравенство, какое тут можно взять неравенство? Надо из первого вычитывать. Вот такое можно взять неравенство. Может, ты что-нибудь напишешь? Значит, 2аб... Что 2аб? Меньше, чем сумма квадратов. Чем сумма квадратов. Ребята, до победы осталось несколько секунд. Сейчас. А, b меньше, чем... А, b это x, y. Нет, это не x, y. А это y, b это корень из 1 минус x квадрат. Да, молодец. А, это y. Смотрите. Вот это а. А вот это вот... Вот это вот b. И по нашему неравенству а, b меньше или равно чего? А в квадрат плюс b квадрат только пополам. Пополам. Господа, а давайте напишем. А умножить на b меньше или равно чем... Знаете, что? Чем y квадрат плюс 1 минус x квадрат. Согласны? А я знаю, что вот это имеет смысл обозначить буквы с, а вот это имеет смысл обозначить буквой d, и написать еще, что c минус d в квадрате больше или равно нуля. Извините, это уже издевательство, но все поняли, что мы сговорили? Да? Ну, сколько. cd меньше или равно чего? Ну. c квадрат плюс d квадрат. А значит, это меньше или равно чего? Одного. Какого одного? Нуля. Нет. c квадрат. c квадрат – это x квадрат. d квадрат – это? 1 минус y квадрат. И что? Дальше что осталось сделать? Сложить. Сложить. А когда вы складываете, сколько будет? Один. Молодец. Это будет один. Значит, это не превосходит единицы. Вопрос. Оно бывает равно единице? Да. При y равном нулю. Например. Если y равно нулю, x равно единице. Или, по секрету скажу, если в принципе x квадрат плюс y квадрат равно единице, и при этом x и y – неотрицательные числа. Смотрите, какой механизм. Если это единица, то в таком случае корень из 1 минус x квадрат это будет как раз y, а корень из 1 минус y квадрат это будет то? x. Это будет x. И у нас получится то самое. Задача оказалась несложной. Это просто задача на использование неравенства о среднем альфметическом объяснении. Неравенство о среднем это то, что оно верно для любого количества. Среднее и геометрическое, то есть корень нной степени из произведения н неотрицательных чисел не больше, чем среднее альфметическое, то есть сумма, керевная на это. Но вот здесь оно самое простое уделие для двух чисел. Доказательство его вот здесь вот написано. a плюс b в квадрат это я просто так написал. Оно здесь не нужно. А вот про квадрат разности здесь это нужно. Вот здесь вот доказали неравенство о среднем. Да, можно массы других способов доказывать. Но здесь правда. Применили его к вот этим двум числам. Ну, собственно, потом его же применили к другим двум числам. Сложили и все идеально получилось. Поняли? да. Ну, часто вот не по задаче, часто встречаются такое название среднее гармоническое. Да. Это обратное к сумме обратных величин. среднему арифметическому обратное. То есть это два для чисел плюс а и б это двойка деленная на 1ад плюс 1бд. Сейчас дело не относится, но это правда. С производной понятнее. как ты ее знаешь.